Друзья, всем привет! С вами депутат Московской городской думы, адвокат Евгений Ступин. У нас с вами завершились выборы, они были во многих регионах, в том числе в Москве. И, соответственно, я считаю, что необходимо, наверное, дать какой-то общий обзор итогов выборов и то, как они проходили. С какой целью, но чтобы понимать вообще, кто нас представляет и насколько легитимны те лица, которые были избраны на этих выборах. Итак, смотрим, например, по Москве победа Единой России, 91 мандат муниципальных депутатов взяли кандидаты от Единой России, ну или мой район, от власти. 91%! И это в самом протестном городе страны, где очень велики протестные настроения. Мы знаем это по многочисленным митингам, мы знаем это по голосованию в Московскую городскую думу, где большая часть людей в валовом отношении проголосовала за оппозицию. Понимаете? И вот сейчас нам говорят, 90%, 91% за ядро, ничего такого. Понятно, что в регионах все губернаторы Единороссы переизбрались. Во всех ЗАГС-собраниях, соответственно, большинство взяли снова Единороссы. Только там по районам, где-то есть КПРФ кандидаты, ЛДПР, которые победили. Ну, это районы. То есть, так мы видим, что тотальное, вроде бы, доминирование Единой России. Ну, на самом деле, я не вижу здесь повода сейчас сильно унывать, потому что мы должны разобраться, почему так произошло. Кто-то может сказать, ну, потому что люди, наверное, альтернативу не видят и вот поддерживают Единороссов. На самом деле, не так. Давайте посмотрим. Первое. Вот на примере, в основном, естественно, выбора в Москве, ну, немножко регионов коснемся. Во-первых, были сняты сотни кандидатов. Сотни кандидатов, депутатов. Понимаете, я скажу только о тех, кого лично знаю. И тут даже не обо всех. Например, один из, ну, мои помощники, Трофимов Александр, кандидат по выходу Желебина, был снят за какой-то перепост двухлетней давности, якобы он экстремист. Там наказание смешное назначили, тысяча рублей. Все, человек не может участвовать в выборах. Щербакова Татьяна снята была за то, что не предоставила, по суду, была снята за то, что не предоставила избирательную комиссию копии свидетельства о прекращении брака. А у нее не было этого документа. И она вместо него предоставила соответствующую выписку из МФЦ. Говорят, нет, а свидетельство-то нет о прекращении брака. Оно нужно. Ну, то есть, а то, что человек может потерять где-то документ, вместо него взять другую справку там, да. Это как бы не учитывается почему-то, да. Ну, причем избирательная комиссия приняла от нее документы в том виде, в котором она воздала. Не было никаких претензий. Ну, а потом из Воскресенского района некая самовыдвиженка, которую, естественно, в Косино-Ухтомском районе никто не знал, откуда Татьяна выдвигалась, да, в Косино-Ухтомском районе Москвы. А Воскресенский район, это вообще Московская область. Другой регион, да. Человек из другого региона приехал выдвигаться в Москву. И в Москве еще иск подал о том, чтобы снять кандидата, который ей не понравился, которая реально боролась за сохранение и продолжает бороться. За Косинского морского клуба, за детские площадки борется. И по медицине мне интересные данные давала, с заявителями работает. То есть человеку реальную пользу приносят. Но, тем не менее, приезжают какие-то левые люди и пытаются ее снять. И снимают. Снимают в суде. Причем представители от этого самовыдвиженца, то есть сама она в суд не явилась, от этого самовыдвиженца пришли представители, которые поздоровались по рукам с представителем, участковой избирательной комиссии. То есть кругом договорняк там. Специально этих самовыдвиженцев власти выдвигать никакой компании они не ведут. Но выполняют вот эту грязную, подлую работу по снятию реально оппозиционных и популярных кандидатов. Дальше мы смотрим. Журавлев Алексей. Самовыдвиженцем пошел в Некрасовке. Человек старший по дому, хозяйственник, крепкий. Много меня дергает, кстати, когда там благоустройство неправильно, когда с парковками у него там накосячили, парк не так отремонтировали. Женя, можешь чиновников из правительства Москвы позвать, чтобы здесь вот мы все это обсудили? Вызываем чиновников, подрядчиков, ругаем, что-то восстанавливаем. То есть, ну, настоящий хозяйственник, много жалоб пишет. Его там все знают. Он со своего дома собрал подписи, там, около 30 подписей, да. Все, естественно, расписались за него. А в итоге что ему говорят? Подписи поддельные. Какие поддельные-то? Ну, ладно, он обжаловал это в суд. Приходит в суд. С собой приглашает этих людей, там, мамы с детьми, в том числе, приходит в суд. Они говорят, мы готовы дать показания. Он заявляет кататайство о том, чтобы их вызвать в суд, и они скажут что-то. Их подписи. Что им отвечает? Нет, мы вас не вызовем. Понимаете? То есть, вообще, полностью игнорируется мнение независимых кандидатов. Кандидатов, которые как-то, соответственно, готовы оппонировать власти, готовы, вот те антинародные решения, которые власть принимает, готовы критиковать и предлагать какую-то альтернативу. Нет, власть таких не допускает. Ну и, наверное, один из самых громких, два случая, скажу, самых громких, которые не в моем округе, это Андрей Морев. Ему оклеили машину наклейками, которые власть считает экстремистскими. Его оклеили и арестовали его на 15 суток, не допустили к выборам. А он, председатель Совета депутатов нынешнего, хотел идти на следующий срок и имел, естественно, шансы победить. Ну, вот так с ним разобрались, тоже не допустили до выборов. Честно это? Ну, далее, вопиющий случай, Татьяна Царенко. Кто-то, может, скажет, ну, а что вы не идете в суд обжаловать? Многие идут в суд обжаловать, многие. И вот Татьяна Царенко, ну, во-первых, надо понимать, что в суд идти это очень непросто. Это долгая прям история, то есть вы подаете, далее вы должны отслеживать, пинать судью, пинать помощника, ознакомиться, придете в суд, вам надо ждать этого заседания, там, 2-3 часа. А у вас вроде как избирательная кампания идет, вам надо агитировать, вы же кандидат, и вам еще деньги надо зарабатывать. Вам еще есть на что-то надо, это же всеобщественная деятельность, не оплачиваем ни кем. Ну, и вот Татьяна Царенко, ее там, когда в июне, по-моему, сняли, она в суде и отказали в районном, в московском городском суде отказали. В конституционном суде отказали, она дошла до Верховного суда, человек вот за несколько месяцев какую-то титаническую работу провел. И Верховный суд в первый день так называемых выборов, 9 сентября, удовлетворяет ее требования и восстанавливает ее на выборах. Признает все эти отказы избирательной комиссии и нежестоящих судов незаконными. Что происходит? Избирательная комиссия отказывается ее включить в список. Понимаете? Верховный суд встал на ее сторону, а избирательная комиссия нет. Там есть очень интересное видео по этому поводу. Иван Васильевич, вот вам не стыдно обманывать? Подожди, подожди, подожди. Вам обманывать не стыдно? Вы мне лично, сидя вот здесь, сказали, что вы не знаете. После этого мне позвонил председатель секретариата Верховного суда и сказала, что она имела до этого с вами разговор. Я не договорила ей этот вопрос. Вы послушайте, будьте любезны меня дослушать. Она имела с вами разговор и просила вас сообщить почту электронную, куда они отправят вам определение с электронной подписью. Действительно, чтобы вы сегодня могли рассмотреть решением комиссии его. Вы почему отказались сдать электронную почту и принять телефонограмму? А еще она сказала, что ваш сотрудник Финичева приняла телефонограмму. И это и есть материалы к делу. Я завтра поеду, это и привезу. Вы зачем срываете выборы в Измайлова? Зачем вы? До чего срываете выборы в Измайлова? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о том, что вы меня обманули. Вы меня дезинформировали. Когда я принесла свое заявление, вы мне сказали лично, что о суде не слышали, не знали и узнали от меня. После этого оказывается, что председатель сельскохитариата Верховного суда с вами имела разговор по телефону, просила электронную почту, куда вам выслать определение Верховного суда с электронной подписью. Действительно, для вашего ознакомления. Вы отказались его принимать? С текстом определения, я сказал. С текстом определения. Давайте почту. Сейчас вам его пришлет Верховный суд. С электронной подписью. Действительно, давайте почту. Это парковый. Да не пробивайте, пожалуйста. В Верховном суде у нас в Верховном суде. Надо понимать, что если вас как кандидата допустили к выбору, то на самом деле испытания только начинаются. То есть дальше мы сталкиваемся с тем, что какая-то просто тотальная агитация со стороны власти. Мы к этому привыкли, это уже на всех выборах давно. То есть все обклеено подъездами. Дворники срывают объявления оппозиционных кандидатов. Вешают агитацию кандидатов за власть. Понимаете, это люди, которые должны убирать подъезды, улицу. Они вместо этого агитируют за власть и срывают оппозиционную агитацию. С одним таким уборщицей мы переговорили в Новокосину. Прям поймали ее на месте. Сотрудники жилищника расклеивают, собственно, скрытую агитацию Единой России. Это вот, как его, наш район. А что вы расклеиваете? Можно посмотреть. Это выход на их телеканал, раньше был он наш район, а сейчас они идут как новописленные. А кто вам сказал? Техник. Техник, жилищник. Техник? Да. А вы работники жилищника? Да, на улице было развешено в тот раз. А. Не мы вешаем, мы вешаем в подъезде. А это было на улице тоже развешено. А, я понял. А вы кто в жилищнике? Уборщица. А, уборщица? Да. А как зовут вас? Вера. Вера. А вы? Макинтош. Макинтош? А вы кто? Уборщик. Уборщик тоже? Так, а по каким домам получается Новокосино, Салтыковская? По всем, весь район келеется. Весь район Новокосино? Да. Мы повторно клеим, мы сорвали повторно. А что это за объявление, это вам вообще известно? Минь, минь. Нам дают, мы клеим. И второй знаковый момент произошел в Некрасовке, когда нам скинули скрин из чата местной управляющей компании «Вектор», работники которой, ну то есть консьержки в домах, они вынимали наши газеты «Совесть Некрасовки» из почтового ящика, чтобы жители, не дай бог, не прочитали нашу информацию. А мы, естественно, там просто пишем о том, как мы боремся за права жителей района, за экологические права, за поликлинику, за то, чтобы стройки быстрее шли, за то, чтобы детские сады как бы быстрее в эксплуатацию вводили и ликвидировались в очереди детских СМС. Мы в простых вещах-то пишем. А социальных? Они не хотят, чтобы люди этого читали. Дают указания консьержкам вынимать это. Что в итоге? Мне жители жалуются. Клопы появились. Клопы, понимаете, там, где вот эта управляющая компания в консьержной. И клопы расползлись по всему дому. В итоге мы выезжали в управляющую компанию, ругались там. Они извинялись перед нами, перед жителями и стали обрабатывать. То есть, вместо того, чтобы следить за элементарным, за гигиеной, чтобы не было клопов, понимаете, в Москве в 21 веке, чтобы клопов не было, они вынимают оппозиционные газеты. Вот они на что свое время тратят. И, соответственно, понятно, что оппозиция не имеет возможности достучаться до огромного количества... Просто активные жители не имеют возможности достучаться до огромного количества своих избирателей. А власти, пожалуйста, они достукиваются до кого угодно. Дальше мы смотрим по родительским чатам в школах, в детских садах, прям не стесняясь агитацию распространить. Это вообще дикость. Закон об образовании прямо это запрещает. Я по этому поводу еще до этих выборов писал в прокуратуру Краснодарского края. И мне оттуда пожаловались по этому поводу. Прокуратура провела проверку и подтвердила эти нарушения. Подтвердила, понимаете. Я не знаю, уволен, не уволен. Написано, что наказана была учительница. Это позор. Самое главное. Ты нарушаешь закон. Ты пользуешься своим положением для того, чтобы нарушать закон за власть, за чиновников. И детей втягиваешь в политику их родителей. Это должно порицаться. За это должно стыдно быть. И родители должны это пресекать в чатах и делать замечания учителям, как минимум. А лучше жалобы писать, чтобы такого не было. Я это делаю, например. И не боюсь, что в отношении моих детей будут какие-то санкции. В Некрасовке также мы видели просто какую-то оголтелую кампанию против действующего депутата, совета депутатов, единственного независимого в Некрасовке, Дмитрия Шувалова. На него так накинулись просто. Какие-то расклейки сделали. И что якобы он алименщик. А он не алименщик. У его большей супруги нет к нему никаких претензий. Да, вместе жили. Разошлись. Сейчас как бы нормальные, насколько это возможно, отношения. Он там участвует в воспитании ребенка, материально помогает. Супруга без всяких претензий. Нет, они расклеили, позаботься там жилоб, позаботься о своем ребенке по всему району. Это в каждом подъезде висело по его избирательному округу. Что это, нормально что ли? Нет, не нормально. И понятно, что кого-то это настроило против него. Кто-то, кто хотел голосовать, распределил это за чистую монету. А прям перед выборами, в день выборов, даже 9 числа, устроили целую провокацию, поймали его возле подъезда, какие-то бабки сидели там с плакатами против него, а человек его начал. Сколько ты получаешь? Посмотрите вот видео другого нашего кандидата, Елбакева, Дмитриева. Дмитрий, как эта провокация осуществлялась? Пропагандоны активизировались перед выборами и решили порыться в нижнем белье у действующего депутата и кандидата в депутаты районной красотки Дмитрия Шувалова. И сидят возле его подъезда с плакатом, с листовками, раздают жителям листовки, пытаются как-то очернить его. Парнишка, который охраняет их при виде Дмитрия, снимает на телефон и задает различные вопросы. Вот смотрите, какое видео показал этот парнишка и разослал по всем пабликам. Звук отключается, и Дмитрий пытается что-то договорить. Давайте посмотрим, что на самом деле он говорил. Дмитрий, что у нас зарплата? Какая все-таки в месяц? 400 тысяч в год, в год, в год. 400 поделим на 12. 20%. А теперь наложим звук на то видео, где они его убрали. В год, в год, в год. Кто вы такие вообще? Целыми днями сидите возле подъезда. Этот пацан еще поджидает Дмитрия, чтобы заснять там короткое видео и потом оп, все, он 400 тысяч получает. Ну и так же не брезговали обычной чернухой в отношении всех. В той же Некрасовке была распространена газета, а может по другим районам, я не знаю, там было указано пять районов внутри, но видели ее только в Некрасовке. Это где я якобы вот за деньги организую какие-то экологические протесты. Естественно, никаких доказательств абсолютно представлено не было и дальше чернуха одна в отношении наших кандидатов. Того же Шувалова, того же Елбакиева, Галины Пищулиной в Желебине, которую назвали там ковид-диссиденткой. Хотя, наверное, с учетом того, какие антиковидные меры принимали нашей власти, это для многих это наоборот была бы реклама на самом деле. За. Но, к сожалению, ее тоже не пропустили. Если отойти немножко от Москвы, мы смотрим нападение на гитаторов КПРФ в Свердловской области. Просто нападение избивали людей. А у кандидатов к губернатору Свердловской области КПРФ срывали агитационные плакаты. Прям не стесняясь, он сам даже это все поймал. Давайте посмотрим где-то. 20 августа, день города. Сегодня нас в Чикаловском районе уже избили агитатора, который разносил газеты кандидата Ивачу. Прямо сейчас я, можно сказать, с поличным поймал людей, которые заклеивали в ванны. Они занимаются этим уже несколько недель. В итоге той перепалки, что у нас произошла с ними, пришлось мне даже покататься на капоте машины. В связи с этим у меня вопрос к тем, кто организует эту избирательную кампанию, к нашим властям. Как долго будет продолжаться этот криминальный беспредел? Как долго будут избивать людей? Как долго будет уничтожаться имущество кандидатов? Неужели мы такого имиджа хотим для нашей Свердловской области? Город Артем, Приморский край. У кандидатов депутаты разбили автомобиль. Дорожаемые друзья, вот они, партия власти, Единая Россия, что творит. Разбивает машину, подъехал на УИК, заднее стекло разбили. Возвращаясь к Некрасовке, и на самом деле это не только в Некрасовке, это много где в Москве были, пишут объявления от имени совести Некрасовки, что нашего кандидата сняли, поэтому мы объявляем бойкот выбором. То есть боялись явки, очень боялись явки, и писали, что пожалуйста, только не ходите на выборы, только не ходите. Меня многие спрашивают, слышал мнение, что явка легитимизирует выборы, поэтому на выборах это не надо. Друзья, никакого порока нет. Они всегда пригонят бюджетников, всегда что-то проголосуют, какой-то минимум, и обеспечат. Для них явка нужна среди бюджетников, среди лояльного им электората. А среди оппозиционного, среди активных людей, никакая явка им не нужна. Нет. Они наоборот хотят, чтобы вы остались дома. Поэтому и расклеивают фейковые объявления, что давайте бойкотировать. Им бойкот очень выгоден просто. Они вот прям мечтают о бойкоте. От лица инициативной группы Совестной Красовки были изготовлены фейковые листовки о том, что якобы нужно игнорировать выборы. Мол, все пропало, Журавлева Алексея сняли, агитацию нам не дают распространять. Мол, сидите дома и не ходите на выборы. Мы призываем вас, приходите с 9 по 11 сентября, отдайте свой голос, каждый голос на вес золота против административной машины. И не ведитесь на провокации. Очень вас просим. Ну и, говоря о предвыборной Чернухе, нельзя не сказать о каком-то диком совершенно случае. Ну, в принципе, это уже не предвыборная, а во время голосования произошло. Ко мне в Новокосино подошли... Я почему не Красовка и Новокосино, говорю там, Косино в Томске, Жулебино, это просто мои районы, поэтому, от которых я избирался, соответственно, в которых больше всего работаю, и там больше всего фиксирую нарушения. Ко мне подошли какие-то три хлопца, и предложили проголосовать за 500 рублей за единую Россию. Давайте посмотрим видео. Только по паспорту забыла. Паспорт. Да, с паспортом. Далеко за минуте? Нет. Все, дай ручки. Все, ручки дай мне над список. Давай сфоткай. А что за колукол сонки? Вот, вот, напротив вот этих фамилий. Ставите галочки. Дай прям так ему бумажку. Какие? Вот эти. Ну, сфоткайте и все. На четыре, вот за этих четыре галочки ставите. Вот так бумажку везде. Какая еще разголочка? Вот эти вот, все эти фамилии. Голубкова, Казакова, Рябова и Хуйдайбер вот этих людей. И что мне за это будет? 500 рублей. 500 рублей за голосование? Да. А нам тоже так дают. Ну да, все. Ну вы же, а вы понимаете, они же Единая Россия, они же пенсионный возраст повысили. Они же у нас деньги отменяют. Ну так вы мне, вы предлагаете преступление совершить. А вы подкупом занимаетесь. Вы откуда, ребят? Я депутат Носковской городской думы. А вы откуда? Мы тоже. Вот вы не скажите, вы почему требуете? Совершать преступление. Мы этих хлопцев, точнее даже не то, что мы, а множество подписчиков сразу стали кидать данные по этим хлопцам. И выяснилось, что один из них Егор Гвоздев, по их соцсети тут же вычислили. Второй Таляс Сорока, оба жители Фрианово, судя по их соцсетям. Когда их вычислили, их страницы в ВК были еще открыты, существовали открыты. Сейчас, посмотрите, потом они их закрыли и вообще удалили, чтобы видео никто не писал там. Их застыдили, судя по всему. Спасибо тем, кто сообщил им, что так нельзя делать. Я, на самом деле, подготовил заявление о привлечении уголовной ответственности за подкуп избирателей. Это преступление, то, что они совершили. Но понятно, что мы не можем гарантировать, что будет возбуждено это уголовное дело. Но мы должны добиваться того, чтобы это был позор для них. Чтобы в их городе Фрианово, хороший город Московской области, для людей, которые там проживали, они стали нерукопожатыми. Чтобы они совершили, самое главное, подлый поступок. Они агитировали за единую Россию, которая надела кучу бед людям. А сейчас они продались ей за 500 рублей. Смотрите, они, главное, интересно, один возле пожарной машины, то есть вроде как в МЧС служат. Второй позирует в форме сотрудника ГИБДД. Но если они действительно являются сотрудниками госслужбы, ну это просто двукратный позор. Переходим к следующим этапам, за счет чего власть добилась таких, в кавычках, впечатляющих результатов, как 91% депутатов в Москве. Многотневное голосование. Его ввели в 2020 году с целью, как было заявлено, якобы, борьбы с коронавирусом. Ну, чтобы типа распределить потоки. Но в итоге мы видим, что вот Новокасино. Евгений Евдокименко публикует орны в первый день. Это, да они пустые. Никто не голосует особо. Ну, по крайней мере, очно. Для чего все это нужно было, непонятно абсолютно. В чем же смысл тогда многодневного голосования, да, спросите вы. Для власти этот смысл понятен. Дело в том, что между первым и вторым днем, вторым и третьим днем, есть две ночи. Если раньше, во время одного дня голосования, сразу после голосования, начинали считать, сфальсифицировать, очень сложно. Очень. То есть, если у вас есть независимые наблюдатели, они все фиксируют, составляют протоколы, видеозапись. Это сложно, что-то фальсифицировать в таких условиях. А недовольство Единой России и Путиным, оно нарастает. И все больше жителей хотят голосовать против. Поэтому надо как-то выкручиваться, надо фальсифицировать. И вот под конституцию, под обнуление Путина, ввели вот это многодневное голосование. Соответственно, по нему, ну что-то, не остается никого. С урнами, если бы они пересчитали, ну, например, первый день проголосовало там 30 человек, да. Они пересчитали, что за Единой Россию 5, за КПРФ 6, там, за ЛДПР 1, за Новых Людей 1, да, там, ну, еще кто-то. И все. Протокол составили, на следующий день пришли. Вопросов нет. Тогда вопросов не было. Но нет же, такого не происходит. Они не считают. Они все в пакет и якобы в сейф. А сейф еще на выборах в Госдуму, я заметил, с двумя дверями у них есть. То есть передняя дверь, а с обратной стороны другая дверь. И как бы все уходят на ночь. А что там происходит ночью, никто не знает. Именно таким образом был украден мандат депутата Государственной Думы у Николая Бондаренко в прошлом году. Естественно, он полностью обошел по популярности единороссов в своей родной Саратовской области, где его каждая собака знает. Но нарисовали, что ядро с его там в два с лишним раза якобы опередило. Такого быть не может. Просто не может такого быть. Николай Бондаренко, миллион семьсот, ютуб. Он герой Саратовской области просто. Но нет, его не пропустили тогда. И в Москве сейчас то же самое. Вот посмотрим Елена Шувалова, депутат Московской городской думы. Она обнаружила, что председатель УИК сначала ушла с участка, а потом в 8 часов участок закрылся, она ушла. А без 29 она вернулась на участок. И осталась там одна. С вот этим сейф-пакетом. Надо понимать, что председатели участковых избирательных комиссий это не какие-то независимые люди. Это, как правило, чиновники, директора школ, главврачи, которые зависят от власти. Полностью зависят. Их можно уволить, можно премию не дать. И вот она вернулась и один на один находилась с этим сейф-пакетом. Что она там с ним делала? Около школы, где находятся избирательные участки, даже два участка, ну вот в частности председатель 111 УИК, Татьяна Владимировна Могилёва, сейчас находится в здании без 29. Она идет? Нет. Тем не менее, председатель находится в помещении УИК, одна. Когда запечатывали Каимы, то она не дала никому списаться из членов избирательной комиссии. Пострела только свою подпись. И сейчас она там, и завтра утром, когда придут голосующие, члены избирательной комиссии, то тоже на Каиме будет стоять только ее подпись. Вот при вопросе, Татьяна Владимировна, может ли поставить член УИКа свою подпись, чтобы потом завтра сверить не было ли вскрытие, Татьяна Владимировна сказала, что подпись только стоит она и все. Угу. Все нормально? Угу. Я выводы делать не имею права, но, соответственно, напрашивается подозрение, что она не случайно осталась в помещении УИКа, участковой избирательной комиссии. И, соответственно, что она там делает, остается только догадываться. Для этого и вводилась многоделная голосование, чтобы можно было фальсифицировать, подменять эти сейф-пакеты. Что хочешь там делать? Ну и кто-то может скажет, слушайте, ну ладно, но пусть уже фальсифицируют, мне дела нет, лишь бы меня не трогали. Трогают? Вот даже взять в этот раз. Они на три дня растянули это голосование, в том числе в пятницу. И что в эту пятницу? В основном идет в школах, да, голосование. А в школах же учеба идет. Куда детей-то девать? У них же по программе стоит. Вот у нас даже в школе, в московской электронной школе, МЭШ так называемая, да, у нас там расписание стояло на 9 число. А потом в чате появляется сообщение. Уважаемые родители, пишите заявление, что по семейным обстоятельствам не можете 9 числа привезти детей. Мы возмутились, конечно, с супругой, у нас нет никаких семейных обстоятельств. Мы работаем в этот день. Ваша обязанность обеспечить наших детей знаниями. В итоге еле-еле добились того, чтобы вот в школе Новокосино обеспечили для одного из детей прогулку. То есть там по парку, да. То есть те, кто не возмущается, там вообще ничего. Просто ты вроде налоги платишь, школа должна работать. А по факту нет, школа не работает, потому что надо фальсифицировать выборы. Это не просто так. Электронное голосование. Для чего его внедрили? Его также внедрили массово на Конституции, но первый раз на выборах Мосгордумы по трем округам. Естественно, везде, где применялось электронное голосование, исключительно побеждают кандидаты от власти. Только кандидаты от власти. Почему так происходит? Смотрим. На, скажем так, значимых выборах, я имею в виду среди муниципальных депутатов, вот мы видим 91%. Почему? Потому что на электронном голосовании нет наблюдателей. На очном голосовании наблюдатель смотрит, как вы голосуете. Он смотрит, опускайте вы один бюджетей в урну. Или 28. Ну, 28 это пачка. Это заметно. Наблюдатели от разных партий это фиксируют. Дальше все это из урна достается и считается. Раз, два, все смотрят внимательно, фиксируют на видеозаписи. Что происходит при электронном голосовании? Кто-то следит за волей и заявлением граждан? Сколько раз они проголосовали? Голосовали ли они вообще? Как подсчет производится? За кого сколько голосов? Нет. Нет. Просто выдается результат машины. Верьте. Вот такой результат. Даже без подписи. Безо всех. В эти комиссии скидывались просто такие листики. Никем не подписаны. И там были результаты. Что за результат? Откуда они взялись? Никто не знает. Но зато перед этим объявили, что хранителем ключа по расшифрованию электронного голосования является председатель Московской городской думы, официальный миллиардер, единорос, шапошников Алексей Валерьевич. Миллиардер, единорос, хранитель ключей расшифрования. Есть еще вопросы по электронному голосованию. Ну то есть понятно, что естественно власть стала призывать всех идти на электронные голосования. Миллион призов обещают. Но кто миллион призов будет просто так отдавать? Нет. Они же не обещают миллион призов за то, чтобы вы на участки пришли. Им не надо, чтобы вы на участки приходили. Им надо, чтобы вы электронно проголосовали. Вот что важно. Только электронно для власти выгодно. И мало того, что этих миллион призов, еще принудило в кататальные бюджетников То есть массово, вплоть до увольнения, принуждали голосовать за Единую Россию И вот мы видим скриншот, например, парк Кузьминки Одна из работниц этого парка скинула Не стесняясь, агитирует голосовать за ядро И еще и врут здесь Пишут, что якобы электронное голосование экономит бумажные бюллетени И типа вы деревья экономите На самом деле ничего не экономите То есть количество распечатанных бюллетеней уже фиксировано Оно уже не изменится никак Просто те бюллетени, которые не использованы, они в лучшем случае будут уничтожены В худшем случае на них поставят какие-то галочки за Единую Россию и сфальсифицируют Поэтому в любом случае надо приходить и голосовать очно Это я говорю для тех, у кого еще будут выборы, возможно Такие регионы есть, например, в Ахангельской области, насколько мне известно, местные выборы еще будут Ну и понятно, что вот за счет такого нажима на бюджетников, за счет фальсификации ДЭГа Там же даже, ну, кто-то из бюджетников голосовал против Ну кого волнует, они нарисовали, что все за Единую Россию Была какая-то сногсшибательная явка 34% на муниципальных выборах в Москве Ну просто для понимания, это вот в прошлый раз была на 20% меньше То есть в два с лишним раза меньше явка При том, что сейчас политическая апатия Нет ни митингов, ни какого-то такого ажиотажа к этому выбору Да, муниципальные выборы Местные депутаты, ну, традиционно самый большой интерес к выборам президента Дальше региональные выборы, потом местные выборы К ним у нас традиционно самый низкий интерес Это зря на самом деле Но потому что до муниципального депутата До президента ты не достучишься никогда До того, который сейчас И до губернатора не достучишься А до муниципального депутата можно достучаться Даже до единоросса иногда Потому что он, все равно, они часто где-то рядом Живут где-то рядом в соседнем районе, в соседнем доме И можно где-то его поймать В конце концов, сами помещения совета депутатов Даже если они, да, многие из них живут в других районах Но сами помещения совета депутатов, они в своих районах находятся Можно их там хотя бы поймать А других ты не поймаешь вообще Поэтому это выбор важный Многое, что зависит от того же Шувалов, которого гнобили ядросы Почему они его так гнобили? Потому что пока он был депутатом, он знал, что происходит в совете депутата Он один там был, все остальные ядросы 15 человек, он один, 14 ядросы Но когда возник вопрос о платных парковках Они хотели согласовать Он нас позвал, жители, я тогда еще не был депутатом Мы пришли, провели опрос среди жителей Подавляющее большинство были против Принесли скрин опроса председателю совета депутатов Ядроски-Ухаботины И она была вынуждена принять половинчатое решение Говорит, ладно, мы поддержим платные парковки Но только для приезжих, для местных нет Понятно, что правительство Москвы не могло сделать для одного района Некрасов Какое-то исключение И просто не стало вводить платные парковки И вот так один депутат Шувалов отбил платные парковки в районе В другом районе, Новокосино, не было такого депутата И там ядросы проголосовали за Платные парковки там сейчас введены И дальнейшие протесты, к сожалению, ничего не дали Вот цена одного депутата местного Поэтому его и выкинули Поэтому какую-то дикую на него, соответственно, компанию развели по очернению Другие нарушения Электронные списки избирателей Как бы формально это не нарушение Но раньше такого не было Это для чего делается? Для того, чтобы доступ к списку Раньше вот такие большие книги были И в них писали Вы могли прийти и увидеть, например, что за вашу жену уже кто-то проголосовал Или за ваших соседей кто-то проголосовал Вы знаете, что они не голосуют никогда А там уже стоит, что проголосовано, что они получили велитей И таких нарушений люди видят массы И делают вывод о легитимности выбора А сейчас нет Сейчас нет таких списков Нельзя ничего увидеть Доступ к спискам имеет только председатель УИКО Который, как мы уже говорили, исключительно зависимое лицо И он может их, поскольку они в электронном виде Соответственно, мы понимаем Есть возможность их корректировать В бумажном виде ты как скорректируешь? Корректором сложно замазать, чтобы это не видно было А то и увидят Электронно, пожалуйста То есть все вот эти технологии, которые нам говорят Для удобства, еще для чего-то Они все в минус нам используются, народу Рада Славкина в Троицке В Троицке, кстати, вообще молодцы ребята Очень яркую кампанию проводили Против них там тоже всех собак спускали Они газель сделали агитационную Обклеили Эту газель потом Эту газель потом Полиция поймала И срывала прям агитацию у них Ну прям вообще полицейские против кандидатов работают Там нет указателя УИКа Баннер, на каком основании, лейтенант, вы снимаете? Представьтесь, пожалуйста И на каком основании? Сибиряки не творили Снимаем Потому что у Каназина расстояние 42 шага По картам 30 метров Сибирями 42 метра А на каком основании? Что эти шаги обозначают? Расстояние Расстояние, окей? Да, избирательный участок А? Бумага есть какая-нибудь? Какая бумага? На каком основании постановление? Где и что? Купила карточка Смотрим о том, что выявлено Ну, машина, да Прибыли Фиксировали данное правонарушение Размерили расстояние от избирательного участка до машины Соответственно, по КРФ должно быть 50 метров Тут меньше Поэтому дело изымается Нет, если мы померим Потом будет Раду Славкину в итоге потом сняли с выборов Она пришла голосовать за других кандидатов Ну, за своих, да? И уже обнаружила себя проголосовавшей Понимаете? Вот на каждом шагу Просто людей обманывают Просто на каждом шагу Кто-то может скажет Ну, она вот заинтересованный человек Сергей Миронов Лидер партии Справедливая Россия за правду Я напомню, что он тогда Снял свою кандидатуру На президентских выборах В пользу Путина То есть он путинец И что мы видим? Пришел на выборы И оказывается, что и он там уже проголосовал А у них отмечено, что он электронно проголосовал Так Говорят, что у меня нету Он там Тотальная фальсификация Уже ничего Они стесняются Даже его Ну и мы думали, что это ушло уже Но на самом деле не ушло Переписывание протоколов То есть Эти факты только неизвестны А таких фактов Восточном Берлеве, Новогиреево И район Сокол Расскажу подробнее про Сокол Потому что я там был Встречался с кандидатами С местными от КПРФ Прямо накануне выборов Вот два из них Это Владимир Прохоров И Чупрова Лариса Они выиграли эти выборы Выиграли И протоколом это было зафиксировано Но То есть Это УИК номер 409 В протоколе Соответственно Все члены комиссии Распишиваются Все результаты отправляют В территориальную Высшестоящую Территориальную избирательную комиссию Где протоколы Участковых избирательных комиссий Они систематизируются В один протокол И там Почему-то данные По 409 УИКу Уже другие У Единороса Они повышаются У кандидата От власти С 62 до 122 У кандидата От власти Прокопенко С 51 до 111 И получается Что вот наши кандидаты Владимира Прохоров И Чупрова Лариса У них становится меньше Чем у Единороса И они Их лишают У них украли мандат Просто украли И это Незаконный захват власти Захват власти Тяжкое преступление Ну и Я уже подготовил По этому поводу Заявление в Следственный комитет Будут добиваться Возбуждения уголовного отдела Восстановления этих кандидатов Безусловно Не знаю Получится или нет Надежд немного Конечно Но В любом случае Мы должны бороться Должны бороться По-другому никак Ну Почему Здесь вот Многие думают Что Это как бы осталось В прошлом Такие переписывания Потому что сейчас Электронно вроде бы Чище все Незаметно Такой фальсификации А то дело в том Что не электронно Вбросили А потом поняли Что недостаточно Что настолько много Коммунистические кандидаты Набрали Что надо еще Докидывать Едросовским Потому что там 10 депутатов В Совете депутатов Сокола И если бы Вот так все осталось Было бы 5 на 5 5 на 5 То есть Едросы не смогли бы Принимать Свои воровские бюджеты Коммунисты Смогли бы им все Блокировать Поэтому вот Украли два мандата Просто украли Прям Я буду В любом случае Доводить это дело Стараться по крайней мере Доводить это дело До конца До возбуждения Уголовного дела Ну и Под Завершение Вот этих всех Вечей Прям совсем Угарный случай Завершился Он На самом деле Несколько позитивно Это УИК 9-1 Геленджик Краснодарский край Где Зампредседателя УИКа Тараканова Говорящая фамилия Конечно Спрятала Бюллетени Где вы думали Под своим задним местом Давайте посмотрим Видео Наблюдатель Зафиксировался У него там Бюллетени Ну Не Ну Проверьте Просто Если нет Вообще Не вопрос Вообще Не вопрос Да просто Встаньте Просто Встаньте Идите пожалуйста Встаньте пожалуйста Вставайте Вставайте Сотрудник Там бумага У меня на видео Зафиксировано Вставайте Вставайте Что это такое Бюллетени Прошу обратить внимание Бюллетени Сотрудник Пожалуйста Возьмите Я не могу Вы берите Вы имеете право Разверните пожалуйста Покажите что это Как В бюллетени 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 Закрываем попой Зафиксируйте пожалуйста Ну в принципе У нас есть Вы как бы Документально Зафиксируйте Это дело А разверните пожалуйста Покажите что там Есть какие то отметки Или нет Есть За единую Россию Плюсики Отлично Еще За единую Россию Плюсики Отлично Как вы это объясните Никак Ну друзья Для чего вообще Я записывал это видео Во первых Чтобы вы понимали Что нет никакой Тотальной поддержки Ни уединой России Ни Путина Сегодня В нашей стране Результаты Почти полностью Сфальсифицированы И Соответственно Доверия им нет И те Провластные кандидаты Которые сейчас Забрались на Свои депутатские места Они Нелегитимны И мы с вами Должны это помнить Это незаконная власть Незаконная Даже Даже если вспоминать Выборы Там Путина 2018 Года Да Там много нарушений Выявляли Но худо-бедно Тогда было ощущение Что Ну один день голосования Люди действительно Приходили Голосовали И в принципе Реально Много людей Тогда готовы Были Пусть скрипя Сердцем И проголосовать За него Но сейчас То что Сейчас Мы видим Ничего подобного Сейчас После повышения Пенсионного возраста После Обнищения Тотального После того Что у нас Падает уровень Жизни Уже Наверное С 14 Года Постоянно Падает Сейчас В этом году Наша экономика Фактически Уже На 4 года Назад Отброшена Просто Люди Естественно Недовольны Просто Из-за нищенских Зарплат Нищенских Пенсий И что 91% За правящую Партию Нет Такого быть Не может Поэтому Друзья Не верьте В это Участвуйте В общественной Жизни И Если вы Желаете Как-то Соответственно Проявлять Общественную Активность На безвозмездной Основе Сразу говорю У меня На сайте Адвокат Ступин Есть Кнопочка Стать Волонтером Пожалуйста Пишите Во Вконтакте На моей странице Можете писать Я там Отвечаю Всем Что вы Готовы Помогать Ну Например Особенно Нам нужны Юристы Инженеры Которые Могут Составлять Грамотно Жалобы И Будем Объединяться Будем Работать Политическая Ситуация В стране Очень скоро Поменяется Я вас Уверяю Сегодняшние События Глобальные Политические События Которые Происходят Они Не оставляют Шансов Вот этим Узурпаторам Дальше Удержаться У власти Просто Не оставляют А Когда мы С вами Будем Координироваться Друг с другом И будем Понимать Что Те кто Выбраны Они Нелегитимны Нам будет Намного Проще В дальнейшем Ориентироваться В меняющейся Политической Обстановке Ориентироваться